Немаловажный вопрос в начале супружеской жизни. Насколько вы органично вписались в новое родство, которое может либо вас принять, либо отторгнуть. Когда нас принимают, мы радуемся. Когда нас не принимают, мы страдаем. Принятие или отторжение зависит не только от новых родственников, но и от нас самих. В каком статусе ты войдешь в новое родство, в таком статусе ты останешься пожизненно. Поэтому в этом вопросе нам нельзя ошибаться. И к этому нужно серьезно готовиться. Я уверен, что этот семинар поможет нам выбрать правильную стратегию, как завоевать максимальные симпатии, входя в новое родство. В этой программе смотрите. В чем заключается благословение семьи? Плодиться, размножаться, владычествовать и обладать этой землей. Тема семинара – родительское благословение. Неизбежные подарки всем родственникам. Это очень важный момент, как ты входишь в новое родство. В каком ты статусе вошел, в таком статусе ты будешь пожизненно. Если ты туда зашел бедным родственником, знай, что пожизненно ты будешь бедным родственником. И тобою будут там помыкать, тобою будут манипулировать и тобой управлять. Ты – самодостаточная личность. И постарайся войти в новое родство, как человек достойный, как человек самодостаточный, как человек щедрый. От этого будет зависеть все остальное. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Поймите такую вещь, что в выборе партнера необходимо участие родителей как со стороны невесты, так и со стороны жениха. Во-первых, здесь было участие родителей со стороны жениха, Исаака. То есть сам Авраам дал установку, чтобы это была невеста из моего народа, с моей родины, чтобы она не была представителем иной культуры или иной религии. И обратите внимание, Ильизер разговаривал не с Ревекой, Ильизер разговаривал с родителями и задавал вопрос родителям, итак, намерены ли вы отдать вашу дочь за сына Авраама? И от родителей зависело. Если бы родители сказали нет, против воли родительской никто бы не пошел. И родители теперь смотрели, что на них произвело впечатление. На родителей Ревеки произвело впечатление, во-первых, мудрость Ильизера, его щедрость, подарки, произвело впечатление его богобоязненность, потому что он рассказывал честно и искренно, что мы не уповаем на свою культуру, мы не уповаем на свою смекалку, мы перед Богом поставили условия, и эти условия все выполнились. То есть я стою сейчас на месте Лавана, и я думаю, ну вообще-то передо мной богобоязненный человек, передо мной представитель богатейшего рода, потому что Авраам в ту пору был богат серебром, золотом, там у него были стада, овец, верблюдов и так далее. И даже вот целый этот экскорт, если бы сегодня это на джипах бы они подъехали, там пять штук, наверное, каких-нибудь внедорожников, стояли бы, рычали. Вообще-то солидный, солидный автопарк, вероятно, из состоятельного, богатого родства. Ну, да, соответственно, и мы тоже не лыком шиты. Ну, то есть есть общий уровень. Симпатичен, потому что говорит логичные, здравые вещи. Ведет себя культурно, ведет себя щедро, ведет себя респектабельно. И обратите внимание, ценит мнение родителей. Родители договариваются. И от родителей зависит судьба брака брака или судьба семьи их детей. Поэтому это очень серьезный урок сегодня, чтобы родители не пропустили этого момента. Потому что, когда дети не советуются с родителями, вступая в брак, а потом, когда начинается раздел имущества, скандалы, ссоры, там, пыль столбом стоит, и дочь приходит, мама, помоги, или папа, у нас что-то там не в порядке. Надо советоваться раньше. Потому что иногда даже родители в данной ситуации, они уже ситуацию контролировать не смогут, она выходит из-под контроля. Все должно быть изначально, определено, сформулировано и решено. Подчеркиваю мысль, Ильи Зер обратился к родителям Ревекки и заявил, «Итак, скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». То есть, если вы мне отказываете, окей, спасибо на этом, спасибо за ночлег, за пищу, я поворачиваюсь, иду домой. Если вы намерены выдать вашу дочь замуж за Исаака, я тогда беру ее и мы возвращаемся с ней. И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго». Родители Ревекки, они убедились и увидели, что это от Господа. Как классно, что и это семейство, и то семейство верят одному Богу. Почему мы говорим, что религиозная общность, духовная общность, церковная общность, она является базовой? Потому что, если ты одному Богу веришь, а это родство другому Богу, то авторитет твоего Бога для меня не авторитет. Мало ли, кому ты молишься или что-то. Но если у нас один Бог, один народ, одна вера, тогда мы можем уже под единым Богом решать наши вопросы. И вот Лаван говорит, я вижу, что это от Бога. И если это от Бога, как я могу идти вопреки? Я убежден, друзья, что можно здесь читать между строк. Я говорю об атмосфере. Атмосфера, при которой принимаются решения. Вы знаете, когда ты свидетельствуешь о Божьих чудесах, когда ты свидетельствуешь о самом сокровенном, что в твоей жизни происходит, помазание приходит. И я думаю, что вот в этой комнате, где все родственники были собраны, туда пришел Бог. Сердца были расплавлены, все были просто в огромном удивлении. Ничего себе! Посмотри, Бог живой! Если это от Господа, значит, каждого человека в этом зале коснулся Господь и сказал, что это не человек придумал. Это не какой-то спектакль, который Амнон устроил, притворился больным, сковородка, блины, изнасиловал, потом выгнал. Вы представляете, на фоне вот этой благословенной истории весь этот триллер с Амноном и Фомарию, это сплошная демонология. И мы с вами выбираем сегодня, в какой истории мы возьмем роль, в каком спектакле мы с вами сыграем. В том ли черном, страшном спектакле Фомарь и Амнон или в этом красивом, благородном, превосходном спектакле такая восхитительная love story Ревека и Исаак. Мне бы очень хотелось, чтобы мы заняли свои роли и сложили свою жизнь по сценарию именно вот этого, вот этого фильма, вот этой истории Исаака и Ревека. Здесь Бог на каждом шагу, здесь никто не прикидывается, здесь никто не советует там вот как сделать, здесь нет похоти. Обратите внимание, вся история, она пропитана благородством, она пропитана какой-то чистотой, она пропитана какой-то настоящей любовью. Вот так любовь выглядит. Не прикидываться никому не надо, притворяться никому не надо, никто здесь не сохнет. Обратите внимание, обратите внимание, никто не болеет, никто не худеет, никто никому не советует, Никто никого не хватает и не насилует. Нам кажется, ну это вот так жизнь устроена. Из той же Библии, из того же народа, из того же Израиля исходит. И такая история, и такая. Там история похоти, а это история любви. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в жизни каждого из вас, кто еще не вступил в брак, у вас была бы история любви, а не история демонической похоти. Вы знаете, какое счастье для родителей понимать, что брак твоих детей – это от Бога. Когда вот выходила замуж моя вторая дочь, я видел соответствие Татьяна и Павел. Они служат вместе. Для меня, как для родителей, это великое счастье видеть, что они любят друг друга, что они в одной церкви, что они знают одного Бога, что они вместе, Бог о Бог, служат в одной структуре. И вы знаете, это великое счастье – видеть их вместе в одном служении, которые стремятся к одной цели. Если говорить о родителях, родители, они посвящены Богу с той стороны и с этой стороны. И тот Бог, которому я служу, служат и родители моего зятя. И вы понимаете, как это красиво, когда есть соответствие, когда есть гармония, когда есть глубокая убежденность, что это от Бога. И смотря на них, радуется не только мое сердце, и сердце каждого, потому что видишь, что они созданы друг для друга. Знаете, гармония, она утешает, восхищает окружающих людей. Дисгармония раздражает и разрушает. Мы созданы не для диссонансов, дисгармонии, каких-то скрежетов и скандалов. Мы созданы для гармонии, для красоты и для созидания. Лаван сказал от Бога это, поэтому я не могу сопротивляться, я не могу противоречить, и поэтому вот Ревека перед тобою, возьми и пойди, пусть она будет женою, сыну господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Аврамов услышал слова их, он поклонился Господу до земли. Если Бог не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Что такое созиждет дом? Мы строим дом, а Бог его созидает. Бог дает изначально этот план. Бог изначально дает подсказку с неба, чтобы мы не ошиблись. И тогда этот элизер, когда чувствует, что Бог подтверждает, что в небо реагирует, помазание приходит, внутреннее удовлетворение, он склоняется. Бог, спасибо тебе, что еще два шага я прошел по воле твоей. И вынул раб серебряные вещи, золотые вещи, одежды и дал Ревеке. Также и брату, чтобы не завидовал, и матери ее дал богатые подарки. Уровень щедрости определяет уровень отношений. Вход в новое родство. Как ты войдешь, так и будешь жить. Кто-то входит по-пролетарски, а кто-то входит по-царски. Если много родственников в одном доме, просто купи холодильник один на всех. Когда же встали поутру, то он сказал, отпусти меня господину моему. Но брат ее и мать сказали, пусть побудет с нами девица дней хотя бы еще десять, а потом пойдешь. Он сказал им, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему. Надо вовремя приходить и вовремя уводить невесту. Вы уже приняли решение, тянуть резину не стоит. Всему свое время. Какой урок я отсюда извлекаю? Здесь. Ты скажешь, где лучше было там жить или сейчас. Ты сейчас сто раз видишь своего будущего избранника и то прокалываешься. Они ни разу не видели и получали от Бога благословение. Где выгода? У нас сейчас больше преимуществ. У нас есть и Дух Святой, и родители, и церковь, учения, и еще собственный опыт. Ты можешь видеть, ты слышишь, ты можешь чувствовать человека своей душою. Просто будь честным, будь искренним и будь последовательным. Ты должен знать, что тебе нужно. Повторяю, готов ли ты этому человеку служить? Готов ли ты его сделать счастливым? Готов ли ты вместе с ним дойти до своей жизненной цели? Семья ради семьи – это религия. Церковь ради церкви – это религия. Процветание ради предстания – религия. Но семья ради цели – вот это и есть судьба. Кто-то в этой семье должен быть носитель стратегических жизненных откровений. Потому что семья подчиняется этому жизненному предназначению. И желательно, чтобы это откровение было в руках мужчины. Потому что муж – глава. И мужу – глава Христос. И Христос к мужу должен иметь какое-то непосредственное отношение, давая ему именно понимание своего предназначения, своего служения, своей жизненной цели. Я повторяю, мы с Ольгой договорились служить Богу, когда мы еще были не мужем и женой. Я сразу ей сказал, что я буду служить Богу. Ты должна знать, за кого ты замуж выходишь. И она мне сказала, ты должен знать, на ком ты женишься. И мы договорились сразу, изначально, до свадьбы, прежде всего, искать Царство Божьего и служить Ему. Мы не представляли, каким образом это служение через 10, через 20 лет приобретет какой-то формат. Но мы знали свои ориентиры, свой дирекшн, мы знали свое русло. Мы будем служителями Божьими. Все. И до сих пор я вижу, что Бог благословляет это решение. Наша семья существует не для того, чтобы устраивать гнездышко, приобретать диваны, приобретать там плазму. Это все ерунда. Это мещанское гнездо. Не для этого семья существует. В чем заключается благословение семьи? Плодиться, размножаться, владычествовать и обладать этой землей. Если бы я не был в таком браке, вот в котором я сейчас нахожусь, с правильным человеком, никакого бы у меня владычества не было, никакой бы власти не было, никакого бы авторитета не было, никакого бы влияния не было и нового поколения не было. Я себя знаю. Я знаю себя. Я знаю, на что я способен. Власть, владычество принадлежит семье. Будь то бизнес, будь то спорт, будь то служение в церкви, будь то политическая карьера, неважно. Когда речь идет о настоящем владычестве, о настоящих президентских постах, а президентский пост – это максимальные рычаги владычества, то семейный статус – это требование номер один. Потому что ты будешь управлять обществом. И президентская семья – это эталон. Там говорят, леди номер один, первая леди страны – это жена президента, которая является эталоном для подражания. И герсона номер один – это сам президент. Семья номер один – она вызывает всегда восхищение. Вот на кого мы равняемся. Вот кому принадлежит власть. Семья – это начало всех начал. Тема семинара – родительское благословение. А Исаак пришел из Безерла Хайрои, где жил он в земле полуденной. И при наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. Как вы думаете, о чем он рассуждал? Мне кажется, он в это время молился и говорил, Бог, помоги мне не ошибиться. Вы знаете, иногда нам кажется, что мы гораздо лучше разбираемся в своих чувствах. Отдай Богу эти рычаги. Бог, пожалуйста, реши, кто будет моей женой. Иногда мне, иногда людям кажется, что доверь Богу, Бог такое страшилище тебе подкинет. Бог тебе такое чудовище положит в постель, что ты умрешь от страха. Доверять Богу – это не рисковать. Вот доверять себе – вот это рисковать. Потому что сегодня тебе блондинка нравится, завтра тебе брюнетка нравится, сегодня тебе нравятся такие более такие вот худенькие, а завтра тебе такие более пышные нравятся. Ты сам себя не знаешь, ты же капризный человек. Только Бог знает тебя, твою натуру, до мозга костей. И Он знает, что тебе надо. Поэтому доверяй Богу. Ревека взглянула и увидела Исаака. И спустилась с верблюда. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. Ну и вот, что делать дальше? То есть, окей, значит, мы нашли друг друга. Путем драматических переживаний, путем молитв слез, разочарований и снова надежд. И, наконец, мы обрели, мы убедились на все сто процентов. Рядом со мной, рядом со мной, тот человек, которого дал мне Бог. Следующий этап. После правильного выбора партнера семья созидается на нейтральной территории. Идею нейтральной территории мы извлекаем из стиха 31-го. Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и двое будут одна плоть. Пока молодые не отлепятся от своих родителей, они не смогут прилепиться друг к другу. А если они не смогут прилепиться к своей друг к другу, они не смогут быть единой плотью. А если они не будут единой плотью, царство, разделившееся само в себе, оно не устоит. Строительство брака происходит на нейтральной территории. Невеста должна оставить свой родной дом, муж должен оставить свой родной дом, и возникает семья на нейтральной территории. Оставят. Это должны понять родители жениха. Какой бы шикарный дом не был. Вы знаете, когда речь идет об экономии, ну сейчас дорогие квартиры, все прекрати, завтра еще будет дороже. Когда будет валиться твоя семья, издержки развала семьи будут намного дороже. Вы не можете прилепиться друг к другу, если вы не отлепитесь от своих родителей. Я скажу вам, чем дальше, тем роднее. Я в Алма-Ате жил. И там у меня был дом, квартира, там были идеальные условия. И у Ольги тоже. Но жить с родителями, это вообще катастрофа. Я пожил немного перед отъездом в Ригу. Банальные прописные истины. Родителям всегда хочется узнать, как белье сложили. Им всегда хочется узнать, когда мы встаем утром, когда мы ложимся. Они продолжают учить, что делать, что делать. И ты понимаешь, что это неправомочно, мы независимая республика. А чего ты делаешь на той территории? Если тебя раздражает теща, которая нос сует в квастрюле, что приготовлено, помыта посуда, не помыта. Вообще, какое ваше тещинское дело? А теща в свое время скажет, а какого ты, извини, откровения живешь на моей территории? И она права. Она хозяйка своего дома, и она Богом, Богом поставлена отвечать за свой дом, в котором ты живешь. И когда ты ей говоришь, не суй свой нос на мою территорию, она скажет, это моя территория. А если живешь, будь добр, подчиняйся моим требованиям. И мы с вами попадаем в конфликтную зону. Конфликтную не потому, что характер тещи не совпадает с характером там зятя. Конфликт позиций. Бог не планировал созидать, строить твою семью на территории родительского дома. Казалось бы, пустяки. Не пустяки. Не пустяки. Если вы не хотите созидать сами свою семью, архитектором вашей семьи будет теща, будут какие-то родственники, которые живут там у вас в доме, и все, и катастрофа. Все, забудьте. Этот закон относится к шести персонам, как минимум. Об этом должны знать родители жениха, родители невесты, и это должны знать молодожены. Тема семинара «Родительское участие в выборе партнера». Исаак и Ревека. Это такая красивая мелодрама. Давайте сейчас прочитаем всю историю и потом постараемся ее проанализировать. Бытие 24. Авраам был уже стар. В летах преклонных Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою и возьмешь жену, сыну моему Исааку. В выборе партнера родители должны принимать непосредственное участие. По крайней мере, их советы, их позиция, их установки, их критерии должны учитываться при выборе партнера со стороны детей. Почему родители должны участвовать в выборе партнера? Я не говорю о том, что они должны диктовать, навязывать, но по крайней мере, воспитывать своих детей, объяснять своим детям, что такое брак, для чего он, каково назначение рассказать, что есть плохие семьи и есть хорошие семьи, объяснить ребенку, почему плохие семьи плохие или почему эти семьи разваливаются и в то же самое время объяснить своему сыну или своей дочери, а почему вот эти семьи благословенные и крепкие. Дети должны знать секреты успеха. Кто им об этом скажет? Это глупые родители говорят, я не вмешиваюсь, они уже повзрослели, вот как они полюбят, как они вот слюбятся, вот они пусть сами это делают. Это глупые родители, которые просто бросают на произвол судьбы своего ребенка, это просто обыкновенная безответственность. Когда судьба детей становится обузой для родителей и родители говорят, ай, мне некогда, ай, они сами взрослые, они уже сами знают, с кем встречаться и кого, что я там, я уже старая или отец, у меня другие понятия, я отвечаю за судьбу моего ребенка, поэтому я закладываю критерии добра и зла, я закладываю в сознание моего сына или моей дочери критерии и секреты успеха. Клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и возьмешь жену сыну моему Исааку. то есть родители утверждают принцип соответствия их консультации, их воспитания направленные на принцип соответствия, чтобы у нас была одна культура, одна религия, одно воспитание, одна церковь, один Господь, одна вера, одно крещение. Вот будет птица твоей стаи, вот и будет благословение. Быть готовым к браку, это означает, что я готов служить тому человеку, которого я выбираю. Повторяю, есть любовь, есть служение. Нет любви, нет служения. Я говорю об обыкновенном порядке в квартире. Зайди в дом своей будущей невесты, и ты поймешь, как жила мама, вот так будет жить и доча. Нравятся вот такие условия? Бери. А если там постоянно пахнет бараниной, в туалет заходишь, там постоянно пахнет уриной, заходишь там, вытираешь полотенцем, смотришь, кислые руки, разулся, смотришь, носки прилипают к полу, куда же это я попал? Она говорит, я быстрее хочу замуж, мне здесь надоело. Э-э-э, экспортировать данный опыт на мою территорию запрещено. Если ты себя уважаешь, пожалуйста, ты вправе принимать решение. Мудрая жена устрояет свой дом. Хотите вы этого или не хотите, но на жене лежит эта извечная историческая ответственность быть хранительницей очага. Мне повезло, у меня жена устрояет дом. Моя жена, она служила мне чем? Она понимала, что я к восьми часам утра еду на стройку. Она знает, что я после стройки еду в церковь и в пол первого только я возвращаюсь домой. Она служила мне, знаете, тем, что она никогда из кровати она меня не выпинывала, говорит, там ребенок кричит. Она знала, что я напрягаюсь по-любому, поэтому никогда не беспокоила меня тем, что я должен там где-то ночью стоять, качать ребенка, а утром ехать. Нет, она знала, что я делаю свою работу и она служила мне, за что я очень благодарен. Я знаю, что львиную долю воспитания детей легла на ее плечи. Готов ли ты служить своему ближнему? Тема семинара «Родительское участие в выборе партнера». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Аврамова, и кувшин ее на плече у нее. Девица была прекрасно видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла наверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Да в чем проблема? Давай, я буду черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Что меня восхищает, если бы мы сейчас кино поставили и увидели Ревеку, перед нами была такая, ну, восточная красавица. Причем она не жеманничала, она не кокетничала. Она работу делает легко. Она порхает. Какие-то кувшины. Да вы знаете, в легкую надо превратить труд в игру. Вот тогда все будет и классно. За пять секунд чак-чак-чак-чак-чак-чак. Обед. Чак-чак-чак-чак. У меня жена, знаете, 60 человек принимает дома и такое впечатление, как она просто играет. Бегает. Пожалуйста, чебуреки, манты. Все. Чак-чак. Я настолько привык к этим вещам. я испорченный человек. Поэтому, когда вижу вот такие неуклюжие экскаваторы, у меня внутри поднимаются, ужас. Помилуй Бог этого экскаваторщика. Писание говорит, открывайте перед ним все свои желания. Елизер открыл Господь, я хочу, чтобы она была трудяга, потому что мудрая жена устрояет дом, она должна быть чистюлей, она была красивой, она должна быть практичной, вкусной готовой. Она не должна чураться работы, потому что отвечать за дом будет она. Дай мне такого человека. То есть, что хотел вычислить Елизер? Елизер хотел вычислить, способна ли эта женщина угождать или служить ближнему своему? Или этот человек эгоист? И он увидел это в полноте. Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчуга. Берегитесь ленивых и лукавых красавиц. И девушке вам говорю, берегитесь ленивых и скупых джентльменов, потому что жизнь требует нагрузки, жизнь требует отдачи, жизнь требует жертв. Кто способен жертвовать, тот приносит счастье. Кто не способен жертвовать. Все, он делает несчастным тех, кто будет всегда рядом с ними. Она была прекрасной видом дева, которой не познал муж. Она была девственницей. Она была красивая. Она не была уродиной. Она не была как и гуменья. Типа, ну, ясное дело, что там, кто ее захочет. Она была красавица, но она справлялась со своей собственной красотой. И мне кажется, когда вокруг нее вились вот такие омноны, у нее была способность отбить всякое желание приближаться к этой красоте. Эта девушка имела еще одно превосходное качество. Она хранила свою красоту и невинность для того одного, которому она завтра будет принадлежать. она видела себя бутоном, который распустится однажды в чьих-то руках, в руках избранного принца, в руках избранного мужчины. И когда напоила его, сказал, я буду черпать для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего, пойла и побежала опять к колодезю почерпнуть, начерпала для всех верблюдов его. Человек смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь, путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу, два запястья на руки ей и сказал, чья ты дочь? То есть, если ты хочешь на самом деле завоевать доверие в своем новом родстве, ты сам должен быть щедрым. Ты думаешь, нужны эти запястья, она верблюдов поет, зачем ей эти все золотые украшения? Украшения всех украшают. И от подарка никогда никто не откажется. Уровень щедрости будет определять уровень отношения. Потому что щедрость как раз говорит о жертве, а жертва это есть смысл служения. Бог, дай мне такого человека, чтобы он в моих глазах заслужил такой чести. Не тот, который меня сделает счастливым. Господь, дай мне человека, которого бы я мог сделать счастливым. Потому что блажение давать и делать других счастливыми, ты будешь в 10 раз счастливее. Философия эгоизма. Бог, дай мне человека, который бы меня сделал счастливым. Философия любви. Господь, дай мне того человека, с которым бы мне было хорошо, которому бы я мог отдать все, что у меня есть. Дай мне человека, который бы я мог сделать счастливым. Я верю, что Бог отвечает всем, кто ищет. Не верю я тому, что Бог закрыл небо. Если Он сказал «нехорошо быть человеку одному», значит «нехорошо». Бог идет навстречу и Бог заинтересован в создании счастливых семей больше, чем мы с вами сами. Просто от нас требуется решительность, от нас требуется принципиальность и последовательность. девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. Обратите внимание, эта девица, она бегала, она порхала, она не приходила уставшая, она никого не злила. Ой, голова болит, сердце колет, ой, у меня и здесь, и здесь. Есть люди, которые только об этом и говорят. День начинается с этого и заканчивается. Посмотрите, у нее ничего не болело, хотя пахало по-черному. И вечером она еще забегает, как будто со свидания. Мама, там гости у нас. Доченька, а кто? Он сказал, я раб Авраама. Короче, пересказал ему все, что я пришел, я вот загадал желание. Если встречу я женщину, которая напоит меня и моих верблюдов, то это будет тот знак. И вот произошло то. На самом деле есть люди, которые живут в разных городах, есть люди, которые живут в разных странах, предназначенные для друга. И искренние молитвы, искренние решения перед Богом позволят этим двум людям однажды встретиться. Встретиться там, где, может быть, мы не собирались никогда встречаться. Я вспоминаю одну историю. Это мой давешний друг Тони Грека. И он приблизительно моего роста. Он долго молился. Господь, дай мне жену. И вот однажды он был на евангелиционном Крусейде в Индии. И там была большая шведская команда. И он увидел одну очень высокую сестру. Красивую-красивую. И когда он увидел ее, у него просто ёкнуло. Он полюбил. Я не знаю, почему небольшого роста люди влюбляются в высоких красивых женщин. Не знаю, это тайна себя велика. И Бог ему намекнул, Бог ему сказал, что эта женщина, она будет твоей женой. Ёкнула внутри. В этот же вечер он подсел к ней за стол и начал что-то говорить о том, что символом Канады является кленовый листок. Когда ты не знаешь, о чем человек говорит, значит, он подъезжает к тебе. И она смотрела, смотрела, что ты хочешь? Кленовый листок. И он говорит, я должен тебе сказать нечто. Ну, Бог мне сказал. Что тебе Бог сказал? Мне Бог сказал, что ты будешь моей женой. Она встала во весь свой гигантский рост. Говорит, я тоже встал. Подрастешь? Потом поговорим. Повернулась, махнув своей рыжей копной и ушла. Он был как раздавленный. Он был униженный. Возвращается в номер. Господи, а зачем же ты мне сказал, что она будет женой? И Бог говорит, мне сказал, а кто тебя просил говорить ей? С тех пор начался мучительный период. Она вернулась в Швецию, она была из слова жизни, а он вернулся в Канаду. И дальше начался круговорот воды в природе. Он посылает письма, она не распечатывая назад. Он посылает ей подарки, она не распечатывая назад. Почта работала вхолостую. И вот в этом уже как бы круговороте уже были десятки писем, десятки подарков, презентов, все, и потом однажды она просто грубо сказала, все, хватит. Он бедный сказал, как вырасти на 20 сантиметров? Что делать? Как мне ее достичь? Потом уже он сказал, все, я тоже мужчина, у меня тоже есть достоинства. И он старался ее забыть, вычеркнуть. Я тоже мужчина, в конце концов. И не только все эти рыжие, счастливые, мы тоже герои маленького роста, можем быть счастливыми. Забылся уже, все, отвлекся. А он был помощником одного из евангелистов. Следующий Крусейд был в Африке. И вот в Африке на Крусейде опять пути пересекаются. Когда он увидел шведскую делегацию, увидел там знакомые волосы, знакомые габариты, он одел маску абсолютно без различия, никого не вижу, никого не слышу, и никому ничего не скажу. И вдруг к его столику подходит знакомая дама, подсаживается и рассказывает ему, почему на флаге Швеции желтый крест. У меня, говорит, внутри как будто все заклокотало, знакомый прием, потому что когда ты не знаешь, о чем тебе человек говорит, значит, он подъезжает к тебе. И он почувствовал, что она подъезжает. Он старался вести себя невозмутимо. Ну и что означает желтый крест? Ну понимаешь, желтый крест означает почти, что желтый кленовый листок. А почему крест? Ну потому что я думала, что на наших отношениях крест, а бог мне сказал, и у меня, говорит, глаза окруют, что тебе бог сказал? Она говорит, бог мне сказал, что ты будешь моим мужем. И он тогда вскочил, обнял, и на глазах у всех поцелков, а я тебе что говорил? но ситуация еще не созрела. И в тысячу раз прав мой батя, который говорил, твое от тебя не уйдет. Вернее, твоя от тебя не уйдет. Поэтому, ребята, если вы уже где-то уже определили, запилинговали, если где-то ёкнуло, если где-то уже отмечено здесь, не спеши. Всему свое время. Мы с Ольгой дружили пять лет. Это не означает, что вы должны десять лет дружить. Это мой путь. Это моя война. Это моя история. Мы пять лет дружили. Чего мы за пять лет только не пережили. Потом разругались. Я ей сказал, все, мы не соответствуем. Ты ко мне не подходишь, я к тебе не подхожу. Все, до свидания. И мы разошлись. Год не встречались. Два года не встречались. Хотя ходили в одну церковь. Когда на молодежной встречались, я включал сразу вот это. Я тебя не вижу, она тоже меня не видела, хотя иногда сталкивались и вот так расходились. Это своеобразный такой спектакль. Я думаю, многие молодые люди понимают, о чем идет речь. Некая игра, проверка своих чувств, проверка своих ощущений. Вы знаете, настоящее видится издалека. И хотите или не хотите, настоящая любовь как раз разлуками и усиливается. два года мы вообще никаких пересечений, никаких встреч. И однажды наши пути снова пересеклись. Это был день рождения, пожелания, застолья, пироги. И тогда была очень модная игра третий лишний. Никто не знает, но это кружок становится, и вот стоит один, рядом стоит два. И двое бегают, бегают, если он становится вот здесь вот впереди, то тот, кто третий, он должен опять убегать, ну вот короче, вот так убегать. Ольга сначала стояла первой, потом второй, потом третий, и оказалось, что я третий лишний, и она. И мне пришлось ее догонять. Это так прикольно, когда ты игнорировал, старался не видеть, не замечать, и тут ее ты должен догонять. То есть вся молодежь стоит, и я должен ее бегать за ней. Она бегает, и она должна встать, ну, перед кем-то вот здесь. Я за ней бегу один круг, второй круг, и смотрю, она заворачивает и в переулок убегает. я за ней. Я ее догоняю, и когда я ее поймал, вы не представляете, что я переживал в тот момент. Вот как будто вот мина, которая внутри вот держалась, чек-чек-чек, ба-бах, я схватил, говорю, все, ты от меня никуда будешь не убежишь. Я тебя поймал, а все стоят. Куда они убежали? Они убежали туда, куда они должны убежать. Еще раз говорю, твое от тебя не убежит. Тема семинара «Закон нейтральной территории». Следующий этап. После правильного выбора партнера семья созидается на нейтральной территории. Идею нейтральной территории мы извлекаем из стиха 31-го «Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и двое будут одна плоть». Пока молодые не отлепятся от своих родителей, они не смогут прилепиться друг к другу. А если они не смогут прилепиться друг к другу, они не смогут быть единой плотью. А если они не будут единой плотью, царство, разделившееся само в себе, оно не устоит. Строительство брака происходит на нейтральной территории. Невеста должна оставить свой родной дом, муж должен оставить свой родной дом, и возникает семья на нейтральной территории. Оставят. Это должны понять родители жениха, какой бы шикарный дом не был. Знаете, когда речь идет об экономии, ну сейчас дорогие квартиры, прекрати, завтра еще будет дороже. Когда будет валиться твоя семья, издержки развала семьи будут намного дороже. Вы не можете прилепиться друг к другу, если вы не отлепитесь от своих родителей. Я скажу вам, чем дальше, тем роднее. Я в Алма-Ате жил, и там у меня был дом, квартира, там были идеальные условия, и у Ольги тоже. Но жить с родителями это вообще катастрофа. Я пожил немного перед отъездом в Ригу. Банальные прописные истины. Родителям всегда хочется узнать, как белье сложили. Им всегда хочется узнать, когда мы встаем утром, когда мы ложимся, они продолжают учить, что делать, что делать. И ты понимаешь, что это неправомочно, мы независимая республика. А чего ты делаешь на той территории? Если тебя раздражает теща, которая нос сует в квастрюле, что приготовлено, помыта посуда, не помыта. Вообще, какое ваше тещинское дело? А теща в свое время скажет, а какого ты, извини, откровения живешь на моей территории? И она права, она хозяйка своего дома, и она Богом, Богом поставлена отвечать за свой дом, в котором ты живешь. И когда ты ей говоришь, не суй свой нос на мою территорию, она скажет, это моя территория. А если живешь, будь добр, подчиняйся моим требованиям. и мы с вами попадаем в конфликтную зону. Конфликтную не потому, что характер тещи не совпадает с характером там зятя, конфликт позиций. Бог не планировал созидать, строить твою семью на территории родительского дома. Казалось бы, пустяки, не пустяки. Не пустяки. Если вы не хотите созидать сами свою семью, архитектором вашей семьи будет теща, будут какие-то родственники, которые живут там у вас в доме, и все, и катастрофа. Все, забудьте. Этот закон относится к шести персонам, как минимум. Об этом должны знать родители жениха, родители невесты, и это должны знать молодожены. Что такое подготовиться к браку? Это не то, что созреть физиологически, а это приготовить нейтральную территорию и исполнить вот это требование оставит. Какие бы соблазнительные условия со стороны родителей невесты или со стороны родителей жениха не были предложены. Это причинно-следственная связь. Обратите внимание. Первое, это оставит. Второе, прилепиться к жене своей. Прилепиться к жене своей можно только без посторонней помощи. Прилепиться друг к другу можно только отлепившись. Разве не вы не встречали в своей жизни маменькиных сыночков, которые в 40 лет все еще за юбку маму держат и спрашивают совета, а что мне делать? И когда он после встречи с мамочкой встречается с женой, жена его не узнает. И родительский контроль продолжает влиять, манипулировать и управлять семьей. Вы знаете, этот контроль нужно разрушать. Продолжение смотрите после рекламы. Добро пожаловать на программу «Секреты счастливой семьи». Тема семинара «Закон нейтральной территории». У меня с моей стороны огромное родство. Шесть сестер в семье. Они все влиятельные, они все вот такие активные, у них свое мнение. и согласитесь, между двумя родствами, даже если они с одной церкви, обязательно находится противоречие, обязательно найдется какой-то антагонизм по воспитанию, по образованию, по моральному какому-то стандарту, обязательно есть искра, обязательно напряженность. И если вы остаетесь здесь, мы, например, были там как между молотом и наковальней. И я знал одно, что спасение моего брака на нейтральной территории. И я уехал из родного дома, вот это расстояние, вот это расстояние исчисляется пять тысяч километров. Мы жили в доме родителей сразу после свадьбы. Но поскольку это родительский дом, кто хозяин в этом доме? Родители. Они говорю, что вред будет подспудный. Опасность грозит не такая, что вот, вот, плати за дом. Нет, вот в этом бесконечном контроле, в этом бесконечных манипуляциях. Потому что у нас другая жизнь была, мы по-другому питались, мы по-другому вставали. А поскольку у тебя родственные связи еще глубокие, то любое замечание, любой негатив, любой критический выпад в адрес твоей жены, хочешь или не хочешь, он будет трансформировать тебя. И вы будете постоянно находиться между двумя полярными полюсами, которые тебя будут трансформировать и искажать. Вы знаете, мы не можем прилепиться друг к другу, не отлепившись от родителей, не уйдя из отчего дома, не освободившись от его контроля. Прилепиться, если говорить, используя химическую терминологию это реакция соединения, в которой разрушается всякое несоответствие и происходит синтез совершенно нового социального продукта. Муж, скажем, это металл, металл, натрий. Все знают это, мягкий металл, капризный металл, а жена это хлор. Очень специфический газ. По характеру может быть они не совсем соответствуют друг другу, но вы знаете, при внешних несоответствиях существует внутреннее родство, потому что если все-таки в определенных условиях Богу удастся провести реакцию соединения натрия, металла с газом, хлором, то несъедобный металл, объединившись с несъедобным хлором, в совокупности подарят нам съедобную поваренную соль, без которой не обходится ни один обед на свете. Это металл, из него даже кастрюлю не сделаешь, недоразумение, а не металл. И когда ты попался на мужа, да какой это мужчина, это недоразумение, хотя он и готовился к браку, но на проверку оказывается вообще недоразумение. Не спеши, это недоразумение, соединившись с твоими недоразумениями. В конечном счете может создать великое, благословенное, новое явление. Это металл, это газ. Что же будет, если металл соединит с газом? Это будет газированный металл или металлизированный газ? Не, не, это слишком примитивно. В итоге будет совершенно качественное новое явление. То, на что способны супруги в своей семье, в тысячи раз превышает то, что могли бы делать в отдельности. И поймите такую вещь, что подобные реакции, они не могут происходить просто в условиях обыкновенных. Здесь нужны лабораторные условия. Для того, чтобы реакция происходила качественно, необходимы условия. Во-первых, это замкнутая система, определенное давление, определенная температура и катализатор. давление. И для того, чтобы эта реакция соединения прошла успешно, необходимо, как вы догадываетесь, лабораторные условия. Нейтральная территория, чтобы не было побочных эффектов. давление. Для этого нужно давление. При определенном давлении реакция происходит успешно. Происходит вот это объединение, происходит вот эта диффузия одних атомов с другими, и происходит совершенно новое, новое явление. температура при определенной температуре. Если температура ниже, ничего не будет. Но температура должна, может иногда даже достигать именно точки кипения и катализаторы. То есть в данном случае успешная реакция может проходить только в лаборатории. В данном случае лабораторией является нейтральная территория. Каждый человек это набор позитивных и негативных характеристик. И до свадьбы мы стараемся минимизировать свой негатив и продемонстрировать своей возлюбленной достаточное благородство, смелость, цитаты разных умных книг, жертвенность и т.д. и т.п. и тому подобное. И вы знаете, до свадьбы люди так устают от этой роли положительного героя, что часто после свадьбы снимают парик, силикон, ногти, все это самое, протеза, и потом раз, говорят, во, будем знакомы. То есть после свадьбы спектакль спектакль заканчивается и наедине остаются два обнаженных характера, далеко не идеальных, и вот берет Господь вот этот обнаженный характер натрий и берет другой обнаженный характер, хлорный, и говорят, теперь я помещу вас в идеальные условия. Никто не будет следить за этим, ни будет секундантов, не будет никаких судей и рефери, и я буду создавать давление. Финансовое, социальное, психологическое, духовное, ты говоришь, ааа, развод, какой развод, синтез. И ты чувствуешь давление со всех сторон, денег не хватает, друзей нет, в новом городе, ааа, а тут температуру, Господь, так, теперь немножко повысить надо температуру, и ты чувствуешь, ваа, еэ, это уже не сауна, это уже доминная печь, точка кипения, ааа, а куда? Чужой город, никуда не убежишь? Мамочки нету, чтобы побежать, мама, все, пять тысяч километров, все, в замкнутом пространстве, что еще? Катализатор, хозяйка квартиры. И ты думаешь, что, вмешаться или нет? Нет, Господь, синтезируй новый социальный продукт, чтобы не было этого мягкотелого натрия, чтобы не было этой вонючей хлорки, но чтобы они, объединившись вместе, могли через какой-то промежуток времени создать нечто качественно новое. Вы понимаете, для чего нужна нейтральная территория? Чтобы характери наши умерли. Брак – это одна свадьба и двое похорон. Понятие похороны – это условное. в результате этой реакции нет натрия и нет хлора. Есть новый продукт, который является не суммой характеристик этого вещества и этого, а которое есть качественно новый продукт. «Возьми соль, попробуй найти в этой соли натрий. Его нету. Понюхай соль. Пахнет хлоркой. Нет. Как и ты. После того, когда Бог поможет прилепиться, ты будешь искать вчерашнего Алексея и ты не найдешь его. Ты будешь искать вчерашнюю Ольгу и ты не найдешь. Двое стало новой единой плотью. Почему мы говорим, что и будут двое одна плоть, один продукт. И в этом продукте ты не раскопаешь вчерашних ингредиентов. Вот какую задачу Господь ставит перед собой. Не суммировать мои минусы с ее минусами. Не суммировать мои добродетели с ее. Но синтезировать новое. Если говорить о нашем духовном браке, брак Иисуса Христа и Церкви, как вы понимаете такой момент? Христос живет во мне, и я живу во Христе. Реакция соединения. Кто во Христе, тот новая тварь. Я не Христос и я не вчерашний Алексей. Потому что не я живу, а живет во мне Христос. Это новый продукт, это новое существо. Я новое творение. Когда мы приходим к Богу мерзкие твари, грешники, колдуны, ведьмы, гомосексуалисты, лезбины, ну просто отвратительные вот такие вот исходные продукты. Но когда мы объединяемся с Богом, со Христом, сочитываемся с Ним вместе, проходим через это горнило, почему написано, что огненного испытания, огненного искушения, потому что температура, давление, проходим через эти все огненные печи и выходим, не я живу, живет во мне Христос. А если идти дальше, ну возьмите H2O, два атома водорода, соединяются с одним атомом кислорода, два газа. Что будет, если этот газ соединить вот с этим газом, но будет какой-то новый газ. А вот тутки вам, Марья Ивановна, не газ будет, вода будет. Почему я об этом говорю? Нам кажется, вот если мы поженимся вот с ней, у нас будет вот так, ты даже сам не знаешь, что будет. Ты сам не знаешь, что в результате будет. Вот в этом и заключается чудо бракосочетания. Вот в этом и заключается чудо бракосочетания, что мы даже с вами не предполагаем, что будет в результате этого бракосочетания и этого прилепления или реакции соединения. И обратите внимание, это несъедобно. И это несъедобно. Два несъедобных газа дают нам продукт, без которого не может существовать мир. посмотрите, металл соединяется с газом и дает нам соль, без которой мир существовать не может. Мы утолим жажду этого мира не по отдельности. Мы утолим жажду этого мира, когда мы прилепимся. Семья ради цели. Если Иисус говорит, вы соль земли отдельно, вместе, семья ради цели, вот максимум брака. Не просто деньги зарабатывать, любить, секс развиваться, детей рожать. Господь хочет творить все новое. Он хочет сотворить из двух одно. единое плоти. Я точно знаю, что я сегодня другой. Я точно знаю, что мои характеристики поменялись. Я точно знаю, что мы вросли друг в друга с моей супругой. Мы на самом деле проросли друг в друге. И мы генерируем сейчас единый продукт. Убери один ингредиент, все, распадается вся схема. Строительство семьи происходит на нейтральной территории. На каком основании? Апостол Павел пишет, что после того, когда партнеры нашли друг друга, этим дело не заканчивается. Мы должны знать правильное место, на котором строится семья. Правильное место – это не территория отчего дома. Это не территория дома жены или мужа. Это нейтральная территория, на которой мы встречаемся. Это сначала ура, а потом начинается давление, температура, катализаторы. То есть условия, при котором Бог хочет на самом деле сделать эту реакцию соединения. Из двух создать одно новое. И точно так же, как иногда бывают разные характеры, но объединяясь, дают новый продукт, качественно отличающийся от своих ингредиентов, то точно так же и в семье, в браке. Два может быть разных человека, объединившись вместе, они могут представлять собой совершенно новое, то, что называет Писание единая плоть или новый продукт. Желаю всем натрием найти свой хлор. Желаю всем водородом найти хотя бы один атом кислорода. тема семинара «Сила взаимного притяжения». Ефесянам 5.31 говорит нам о том, что формирование семьи, строительство семьи должно происходить не в доме жениха и не в доме невесты. Созидание семьи происходит на нейтральной территории. И именно нейтральная территория это есть Богом определенная территория для строительства крепкой и фундаментальной семьи. Три условия являются железным, как отче наш. Они являются просто неоспоримым. Мы можем игнорировать, за это поплатимся. Если мы их исполним, мы будем иметь благословение. Какие же это условия? Оставить человек отца и мать. Второе прилепиться к жене своей. И двое будут одноплой. это причина следственная связь. Если человек не отлепился от своих родителей, он не сможет прилепиться к своему супругу. Если он не сможет прилепиться, не будет единой плоти, будет государство с двуглавым орлом. домом, когда тело одно, а головы две, дай бог, если две, а еще тещина третья, а если еще четвертая, там свекровь, и это просто не семья, а это ужас какой-то, дракон какой-то. Все решают, все ползают, все диктуют, все определяют, и ты не поймешь, где ты живешь, полный Вавилон, а мы расплачиваемся за нарушение этого фундаментального принципа. Когда я женился, я уехал из родного дома на пять тысяч километров из Алматы в Ригу. Я убедился, что чем дальше, тем роднее. Поэтому самое лучшее, что сделать, это то, что сделала Латвия в начале девяностых, отделилась от Советского Союза. Поэтому и мы должны отделиться от Союза своих всех родственников. Для крепкой семьи нужны лабораторные условия, потому что прилепиться процесс очень многогранный, очень сложный. Прилепиться это не просто заниматься сексом или рождать детей. Сколько семей сегодня развалилось при наличии детей. Не дети скрепляют отношения, а именно Бог скрепляет отношения, когда люди понимают, что стоит за этим. Прилепиться это синтез нового продукта. Если позволите такое сравнение социального продукта. Скажем, муж представляет собой одно вещество, один характер, один состав, ну скажем, мягкий металл, как натрий. Жена представляет собой, скажем, какое-нибудь другое вещество, хлор, газ, может быть, не совсем очень приятный, но при определенных условиях, я говорю, при лабораторных условиях, в условиях лабораторных, где соответствующая замкнутая система, где соответствующая давление, температура, происходит синтез совершенно нового продукта. Это уже не просто воспитанный Алексей или такая перевоспитанная Ольга. Нет, при этом взаимодействии происходит качественно новое творение. Двое будут одной плотью, одной плотью. Максимум брака заключается в том, что мы создаем то, чего еще в мире не было. Так же, как в музыке, так же, как в музыке есть всего лишь 12 нот, всего лишь 12 нот, но из этих 12 нот созданы миллионы аккордов, миллионы произведений, но изначально их всего лишь 12, и точно так же мы с вами имеем свои трезвучия, мы имеем свои ноты, дух, душа и тело, трезвучия свои. Мы не сможем сочитывать, у нас не тот слух. Когда мы начинаем друг друга сочитывать друг с другом, какафония получается, а когда Бог сочитывает, это называется симфония. И один только Бог знает, что к чему подходит. Бог хочет, чтобы вот именно муж с женой или супруги, они представляли собой очень симпатичный аккорд, очень приятное созвучие. Когда ты смотришь и по росту, и по возрасту, и по развитию, и по составу, сможешь созвучие. Когда ты слышишь правильный аккорд, это вызывает удовлетворение. И ты говоришь, ну вообще, классная музыка. Не то, что локоть опустил на клавишу, и ты что это за аккорд. Тема семинара «Сила взаимного притяжения». Прилепиться. Этот процесс имеет очень много граней. Прилепиться это значит работать на соответствии, это значит ликвидировать все грани несоответствия. Прилепиться это не что иное, как служение друг другу. Именно в результате служения происходит сближение. А что такое служение? Служение это удовлетворение потребностей. Прежде чем служить Богу, я должен знать, что Богу нравится, а что Богу не нравится. Что Бога восхищает и что Бога раздражает. Вы можете судить по себе. Чем больше вы Богу служите, чем больше вы Богу поклоняетесь, чем больше вы Богу жертвуете, проповедуете о Нем, восхищаетесь им, тем Бог становится к нам ближе и понятнее. Вспомните период, когда вы Богу не служили, когда вы Бога знали так отчасти, когда была дистанция, что вы о нем знали? Вы о нем ничего не знали. и точно так же по отношению к своему супругу. Мы можем жить с неизвестным человеком. Можем жить 10 лет с человеком и не знать, что ему нравится, что ему не нравится, почему ему грустно, почему ему тоскливо. Один муж купил жене на день рождения большой утюг и думал, что она так будет счастлива и что она будет просто прыгать от счастья. Она ему сказала, молодец, в следующий раз лопату можешь подарить. Понимаете, есть подарки, которые на самом деле делают ближнего счастливым. Есть подарки, которые могут его оскорбить, хотя тебе кажется, ну что, для дома и для нее тоже. Сразу одним ударом двух зайцев нет. Ты должен знать, какие духи нравятся, какие цветы нравятся, какие песни нравятся, какие блюда нравятся, какие рестораны нравятся. А что нравится? Служение это удовлетворение потребностей. После того, когда мы остались один на один, на нейтральной территории, мы должны знать, что теперь мы познаем самое главное. Мы познакомились друг с другом, но не познакомились с характером. А теперь остается характер, вот сущность, две сущности. И мы должны быть готовы к сюрпризам. И вот некоторые типичные проблемы, с которыми сталкиваются люди. Скажем, такая ситуация. Ты ты и твой друг собрались куда-то поехать вместе, но в пятницу вечером оказалось, что ему нужно срочно завершить составление программы, отчета, доклада или договора, отчего запланированное мероприятие состояться никак не может. Что за этим скрывается? Работа и деловые обязательства для него очень важны. И так будет всегда. Если ты намерен сохранять с ним теплые долгие отношения, никогда не ревну его к любимому делу. Василик это просто, а что для тебя главнее, работа или я? Ты должен вот так себя вести. Никогда не программируйте, никогда не заставляйте человека делать то, что против его сущности. А как минимум вначале надо познакомиться с приоритетами своего партнера. Из-за того, что он любит свою работу, это не означает, что он презирает свою жену. Жена должна знать, что это как раз есть источник и финансирования, источник стабильности и защищенности. Очень часто я здесь остаюсь программу делать, и когда жена знает, ну что, когда ты домой поедешь? Я говорю, не знаю. Но ты будешь вообще дома или нет? Я слышу, за этим вопросом стоит уже некий накал. Я говорю, ты же знаешь, что я делаю программу. Да, хорошо. Значит, не приедешь. Значит, не приеду. Только при условиях взаимопонимания можно сохранить и благословенную работу, программу, и благословенные отношения. кто-то должен уступить. В служении должна быть жертва. Жертва маленькая, жертва большая. Даже твое понимание, это уже жертва. Окей, я бы хотел, чтобы он был сейчас здесь, но я должна понимать приоритеты, что сейчас жизнь требует. Именно того, чтобы он был там. И уступить, это значит быть мудрым. следующее. Его лицо всякий раз вытягивается, когда он слышит в телефонной трубке голос твоей мамы или твоего папы. Держа ее на расстоянии вытянутой руки, как ядовитую змею, он шепчет, это тебя. И ты мрачно думаешь, разве может надеяться на удачный брак человек, который ненавидит всех, кто дорог мне, мою маму, папу, сестру и так далее. Что за этим скрывается? Ему нестерпима мысль, что его будут оценивать. Никому не нравится на выходной вместо безмятежного отдыха сдавать экзамен. Достоин ли ты быть нашим родственником и рядом с нашей любимой дочкой или нет? На самом деле общение с моими родителями. Почему я должна требовать, чтобы он был счастливым в общении с моими родителями? Ты должна быть на стороне твоего мужа. Он для тебя дороже, чем твои родители. Оставит это даже психологически, оставит это даже логически, оставит это пространственно, если хочешь, даже духовно. Не надо тащить, арканить, пойдем к моей маме, пойдем к моему папе, пойдем я кому сказала. Воспитание и контроль это не одно и то же. Наш Бог, он воспитывает, но никогда не покушается на нашу свободную волю. Есть тонкая грань. Когда младший сын подошел к отцу и сказал дай мне часть имения, я ухожу. Он не сказал только через мой труп. Все, что навязывается человеку извне, оно не работает. В жизни человека работает то, что родилось изнутри. и наша задача не цепи кандалы и наручники набрасывать на своего ближнего, на своих детей, но переубедить человека, если есть у тебя на то власть. Родительское воспитание и родительский контроль это не одно и то же. я позволял родителям себя воспитывать, но контролировать это то, что выходит за рамки. И я помню эту историю. Они жили душа в душу. Мать была для него другом, но эта любовь, она была гипертрофированной любовью. мама определяла, что ребенку кушать, а что нельзя кушать, что одевать и что нельзя одевать. Знаете, когда ребенку вот столько лет, там, 3-5 лет, это нормальное время, но когда ребенку уже 18 лет, а мама все за него решает, что ему одевать, что ему не одевать, что смотреть, что не смотреть, вроде бы как бы воспитание, но ребята, воспитание, перетекающие в контроль, это уже демонизм. Мы позволяем воспитывать, но не позволяем контролировать. Индульгенцией за контроль является это гипертрофированное служение. Сыночек, ты сиди, я сейчас бегаю. И мама бежит в магазин, мама убирается, мама делает все, и сыночек сидит, ему нравится, и вы понимаете, воспитывается вот такой сахарный человек, воспитывается маменькин сыночек. Вы знаете, синдром маменькиного сыночка, это опасный синдром. Это мама воспитывает урода, потому что по жизни этот человек будет не приспособлен к жизни. Кроме матушки, никто вокруг него бегать больше не будет. А если и он вырастет, придя возраст, он будет требовать, чтобы тот, кто рядом с ним, чтобы они точно так же порхали вокруг него, как его родная матушка. Поэтому здесь необходимо вовремя останавливаться. Мы закладываем жизненные убеждения до 7 лет. Как католики говорят, дайте мне ребенка до 7 лет, и он будет на всю жизнь наша. Я могу его отпустить по миру, я буду знать, что мои принципы, фундаментальные понятия жизни, они будут действовать в его жизни. И попробуй сыночек сказать, мама, а я не хочу вот эту куртку, я хочу вот эту. Ты что, не уважаешь, не любишь меня? Родительский контроль может превратиться подчас даже в вампиризм. А любому вампиру нужен донор. И они друг без друга быть не могут. Рано или поздно ты будешь чувствовать, как будто у тебя петля. И вроде ты не сможешь упрекнуть, мама тебя любит. Но вы знаете, не должна любовь превращаться в контроль. Любить, воспитывать, повторяю, и контролировать это не одно и то же. И вот этот человек говорит, с огромным удовольствием я пошел в армию. Если бы меня спросили, что в первую очередь меня заставило идти в морскую пехоту, я бы ответил, для того, чтобы вырваться из этого контроля, чтобы вырваться на свободу, чтобы однажды почувствовать, что я тоже мужчина, что я могу тоже принимать решения, что я могу за себя постоять. После армии я понимал, что мне нужно жениться, но когда я представил, что в выборе моего партнера мама будет принимать непосредственно участие, у меня просто волос дымом вставал, и внутри возникала некая вот такая реакция отторжения, нет, нет. Сознательно я после армии вернулся не в свой город, нашел работу в другом городе. Чем раньше мы начнем разрушать контроль, тем легче будет маме пережить вот эту болезнь. Можно разрушить контроль родителей, обожая и любя их. Это сложное искусство, но чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Потом, когда я, говорит, нашел девушку, и мы решили пожениться, мы просто маму поставили в известность. Она отозвала в сторонку, а почему ты со мной не посоветовался? Я тебе нашла другую. Вы знаете, когда вампир чувствует, что донор уходит, его начинает колбасить, он начинает беситься, и вы знаете, если ему не удается его оставить, он найдет обязательно кого-то другого. Но, друзья, мы должны не доноров менять, мы должны вампиризм разрушить. И потом, когда уже была свадьба, и мы уже сняли отдельную квартиру, отдельная квартира это спасение, отдельный дом это тоже спасение. Я не понимаю отцов, которые строят трехэтажный дом, вот, на этом этаже будем жить мы, вот, на втором будет мой сын, вот, в том крыле будет жить моя дочь семьей, а там бабушка, а на чердаке прабабушка, а из трубы будут бесы выходить. Короче, вот, мы все будем здесь вместе тусоваться. и самое самое интересное, что вот в этом всем на этих хуторах близ диканьки главная бабуля там командует и диктует, как там надо жить. И вот когда мы сняли квартиру, и мамочка снова «Сыночек, ну ты что в гости меня не приглашаешь? Ну давай, мама, приходи в гости». Мама пришла в гости. «Ну вот мы хотим ремонт делать». «Слушай, я знаю, как делать ремонт. Смотри, шторы должны быть розовые, обои должны быть немножко вот сиренева, покрытие здесь вот должно быть такое, кухня такая, и мамочка уже все увидела». А сыночек говорит, «Мам, все хорошо. Обои у нас будут зеленые, шторы у нас будут бордовые, мы уже все решили». Знаете, это уже превращается в болезнь. Она болезненно реагирует на любое несогласие, не понимая, что это неправильно. А чем старше человек становится, тем маленькие странности, они становятся большими и большими. Все развивается. Все развивается. И странности развиваются. и благородство тоже. Вот они пришли в магазин. И на глазах у матери сын и его супруга грузят все, что матери не нравится. Мама рассматривает это, как будто кинжальные удары в ее сердце. Она стоит, расплакалась. Она вышла на паркинг. Она стоит, все, мое достоинство растоптали. Вы знаете, как легко повестись? Ну ладно, ради мира. Давайте дебильные обои купим, которые маме нравятся. Завернем ее просто и отвезем домой в этих обоях. Но знаете, это не будет помощью. И когда покупки, все покупки были сделаны вопреки маме, мама ехала как обиженный ребенок на машине. она плакала, она обвиняла в нелюбви и в неуважении. Когда он маму отвез, он начал молиться за нее. Короче, его так прорвало, он орал перед Богом и говорил, Господь, мне столько лет, я не самостоятельный, я все еще со страхом думаю, а что скажет кто-то другой? Я не могу быть свободным. Вы знаете, контроль это бесы, это не просто извне, человек отравляется, человек становится заложником, человек изнутри бывает просто связан узлами. И когда он молился там, он получил такое великое освобождение, и когда после этой молитвы он встал, он как будто по-другому на мир посмотрел, и он пришел к матери и сказал, мам, давай я за тебя сейчас помолюсь, и когда он помолился за нее, то она пережила те же самые вещи, она пережила очищение и освобождение, бесы вышли, контроль это бесы, которые диктуют, которые управляют, которые превращают человека в вампира, которые дают вот эти страдания, слезы, обиды, откуда это все идет, это все извращенное восприятие от окружающей действительности. Мамочка после этого, она полюбила еще его больше, и после освобождения, как откровение, она восприняла эту идею, что самое великое счастье дать свободу и независимость своему сыну. Вы знаете, никогда не стыдитесь своих родителей, какие бы они ни были. Родители не выбирают, родители почитают. Самое главное, чтобы с грязной водой ты не выплеснул ребенка. Ай, он не понимает, он антиржестый, все, не вздумай. Родительская заповедь наравне со всеми другими. Почитай, отца и мать. Тема семинара Мои университеты. Вы знаете, я знаю, что такое родительский контроль. Особенно, когда свидание, боже мой, боже мой, каждое мое свидание, это была конспирация вообще, как во время революции. Мы были зашелганы, всегда смотрели, чтобы родителей никого не было. Я помню, мы встречались, у нас был в Малой Станице большой дом, а в микрорайоне во втором, возле кинотеатра Сары-Арка. У нас была двухкомнатная квартира на четвертом этаже. Ну и, когда я знал, где находятся мои родители, мы с Ольгой встречались. Однажды мы встретились, пришла моя сестра, пришла моя сестра, как будто неизначально. Ну, поговорила, поговорила, и ушла. и получилось так, что она взяла ключ и снаружи закрыла нас. Нам уже надо было уходить, потому что Ольге, моей Ольге, жене, будущей, надо было на занятия уже. Дверь, бах-бах, она закрыта. О, ловушка. А сейчас родители придут. Все. Застукали. И там скандала не оберешься. Что делать? Знаете, вот что такое соответствие? Я смотрю, четвертый этаж. Ольге говорю, давай через балкон. Она говорит, давай. Я пошел там в ванну, нашел какую-то веревку, завязал, как раз схватило до третьего. А это, знаете, вот стоят дома, посередине там мужики рубятся в домино. И здесь такое шоу. Я завязал веревку с четвертого на третий, достал швабру. Думаю, ну кто-то есть там на третьем или нет? Я достал швабру с балкона и на кухню. Тук-тук-тук. Из окна вот такая испуганная физиология. Кто там? Можно, говорю, мы через через вашу квартиру, говорю, выйдем? Но только я за вас не отвечаю. Я говорю, не, не, все в порядке. И началось. Я с четвертого этажа спустился на третий. Ольге говорю, давай, я тебя держать буду. Я скажу, она тоже сумасшедшая. Смелая. Я говорю, ты ладно, крепче, держись, все, там, в общем-то, недолго. И все. Это кино было. Смотри, что делать. И мы вышли, бабульки только говорим, бабуля, никому. Хорошо? За молчание заплатили, но, наверное, мало. Потому что этим же вечером родители все узнали. Свадьба у нас была в нашем огороде. Огород у нас в Малой Станице был большой, помидоры росли там. Моя задача была колышки забивать и привязывать эти кусты, чтобы они не падали. Ну, и в честь моей свадьбы, короче, все эти помидоры, в общем, как, пришла любовь, завяли помидоры. На моей свадьбе было человек 500, наверное. Что мы там только не делали. Все, что можно было придумать, вот на свадьбе мы все придумали. Мы построили сцену, экран. Тогда было еще 25 лет назад модно. Это был только такой новый вене, цветомузыка. сделали слайд-шоу, сделали театральную постановку по Сент-Экзюперии, Маленький принц. Я даже приготовил два водородных шара. Вот все только вот нельзя было придумать, мы все сделали и на нас смотрели, как на чокнутых. Отец, зачем ты это огородишь? Зачем тебе это надо? Я говорю, это моя свадьба и я горожу. Что я хочу? Что такое родство и что такое контроль? Вот представьте себе, свадьба заканчивается в час. У нас было за городом дача и мы планировали просто из города уехать туда на несколько дней и, ну, как бы сказать, начать свой медовый месяц в горах. Я родителям говорю, ну, все, мы сейчас уезжаем. Батя, а кто посуду мыть будет? А у меня еще сестры есть, одна приехала из Питера. Я специально к вам приехала, что даже с сестрой пообщаться не хочешь. Я говорю, извини, ты не вовремя приехала или как? Может, поедешь с нами и говорю, туда, на дачу? Иисус даже и тот встречался с родительским контролем, с родственным контролем. Он в доме проповедует Евангелие, а снаружи стоят. Сестра пришла, брат пришел, мать пришла. Это как один на Украине плакат был, люби родину, мать твою. То есть и здесь где-то вот в этом же духе Иисус был раздражен и говорит, кто мне мать? Типа, твоя свадьба нас не волнует, твоя жена нас снова не волнует. Я сестра, пожалуйста, прошу любить и жаловать, уважай, я из Питера приехал. Ну, ты из Питера приехала, вот и езжай в Питерсу. Со скандалами мы уехали в горы. Ломать контроль нужно мягко, но технично. Уважать, любить, но гнуть свою линию. И блажен человек, который защищает свою независимость и свободу. чем дальше в лес, тем больше дров. Свадьбу сыграли, и я понял, что долго нам в Алма-Ате не прожить. Потому что мы после свадьбы поселились в большом доме, но вы бы могли видеть. Я думаю, все одинаково приблизительно устроены. матушка сразу в шкафы белье сложено или нет. В холодильник все кушают, все покупают. Кофе заврыли. Зачем такой крепкий кофе пьете? Это будет вредить вам. Почему так поздно встаете? Зачем так музыку такую неверующую ставите? А какая там неверующая? Это Макаревич у меня крутился с утра до вечера. Он верующий всех верующих. И то не нравится, и это не нравится. Вот. Почему? Нет комфорта. Да потому что не на той территории. Пока ты будешь жить у родителей, это дело не прекратится. И потом я просто понял, что мы должны уехать. Я не знал этого учения. Я этого учения не знал. Мы эмпирическим путем, просто вот чутьем, вот таким шестым чувством обнаруживали вот в этой жизни вот эти правильные дороги. Я понял, надо уезжать. И чем быстрее, тем лучше будет. В ноябре этого же года, через два месяца, мы собрали чемоданы и уехали. Мы уехали из Алматы в Ригу. Это был на самом деле исторический момент. Я точно знаю, если бы я из Алматы не уехал, это была бы моя роковая ошибка в моей карьере, в моем призвании и в моей судьбе. Ну, что вам сказать? Конечно, жить на нейтральной территории это ответственно. Зачем Господь нас ведет на нейтральную территорию? Да для того, чтобы мы почувствовали себя архитекторами своего собственного дома. Чтобы нам самим почувствовать, на что мы способны, где наши сильные стороны, где наши слабые стороны. Когда цыпленок находится внутри яйца, ему нельзя помогать. Он должен созреть, он должен уже внутри почувствовать эти свои крылья, шею. И Бог так устроил, что не извне, а изнутри должна разрушаться эта скорлупа. В тот момент, когда этот цыпленок еще не может разбить скорлупу, ему рано еще выходить наружу. Как правило, если ты помогаешь ему раньше выйти, это почти как аборт. Именно борьба со скорлупой делает этого птенца внутри здоровым и полноценным. Мы должны разрушить скорлупу своей лени, должны разрушить эту скорлупу своего месчанства, своего паразитизма, своей легкомысленности или наивности. И когда ты сам разбиваешь эту скорлупу, именно в этот момент ты становишься сильным и здоровым и полноценным. цыпленок находится внутри или этот птенчик, он смотрит, весь мир кажется ну вот такой вот серый, без острых углов. Ну представьте на секунду, как выглядит эта скорлупа изнутри. Все гладко, все мирно, все спокойно, кажется, вот как мир устроен, я все знаю. И когда скорлупа это нашей наивности разлетится, мы поймем, сколько вокруг нас, оказывается, существует еще того, чего мы не знали, того, чего мы не видели, того, чего мы ничего не вкушали. Так вот Господь хочет, чтобы именно на нейтральной территории скорлупа нашей наивности, нашего детства легкомыслия могла разрушиться и мы могли бы познать мир таким, каким он есть. Мы прилетели в Ригу, об этом даже у меня есть песня, что два чемодана вещей, сто рублей в кармане. Естественно, мы снимали квартиру. Первая квартира была на улице Иерикю, 16-32. Хозяйка Капитолина Ивановна. Поначалу мне показалась очень интересной, оригинальной женщиной, в итоге я понял, что она чокнутая. Это была двухкомнатная квартира. В одной комнате жила хозяйка, в другой комнате жили мы. Капитолина Ивановна была очень интересная женщина, она нас очень сердечно приняла нас. Почему сердечно, я понял чуть спустя немного времени. Однажды, когда ужинаю, она задала вопрос моей Ольге. «Скажи, Оленька, а вот когда вы разойдетесь, ты могла бы замуж выйти за моего сына?» Я поворачиваю, Капитолина Ивановна, вообще-то у нас таких планов нету. Потом она стала мстить мне за то, что я возразил ей. Вот такие странности бывают. Она обожала Ольгу и терпеть не могла меня. Кран течет, это Алексей. Вот он просто взял, ударил и вот кран сломался. Что-то там произошло. Это все Алексей. Но Ольга как мудрый жалко. Да нет, это я, это я, это просто я нечаянно здесь. Все хорошо, все нормально. Оленька, Оленька, если Оленька болеет, она ее лечит, причем какой-то ерундой, какое-то молоко с чесноком, гремучую смесь. Олечка, пожалуйста, это пройдет быстро. Ольга, что ты бред несешь, беру в унитаз, все, налил там просто чай, говорю, на, пей, будет нормально. Кого ты слушаешь? Знаете, контролировать нас пытались все подряд. И лекарство какое-то, и как жить надо, и когда разведемся, что дальше делать? То есть уже расписана вся программа жизни. Каждый раз, когда Капитолина Ивановна приходила с работы, это был всегда драматический момент. Она не заходила, она забегала, забегала домой, тих-тих-тих-тих, пять замков, закрылась. Тихо. Мы в коридоре с Ольгой стояли. Тихо. Ну и так тихо. Они там. Кто? Давай я выйду. Не выходи. Сначала было прикольно, но потом уже, знаете, не так смешно. Я что делать? Я сидел в троллейбусе, а он сел напротив, он прям на мою сумочку. И потом, когда я шла, он за мной, он хотел отнять сумочку, я еле успела. Я говорю, давай я выйду. Не выходи, а то он уйдет. Конечно, мы мирились. Ты скажешь, что такое нейтральная территория? Нейтральная территория, это есть замкнутая система, это есть определенное давление, температура и катализатор. В данном случае это была Капитолина Ивановна. На необитаемой планете вы всегда будете ближе друг к другу, потому что бежать некуда, идти некуда, и остается только одно, и мы вдвоем уже кумекаем, как нам вообще решать эти вопросы. Знаете, я стараюсь свято праздновать дни рождения. Думаю, какие условия, у меня 18 квадратных метров, и я пригласил 25 человек. Я говорю, у меня сегодня день рождения, несколько человек ко мне придет. Ничего, ничего, пусть приходят. Наступил назначенный час, открывается дверь, о, здравствуйте, дверь. Дверь в комнату Капитолина, вот здесь вот, то есть они проходят к нам, и Капитолина в дверях стоит. Здравствуйте, 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 и здравствуйте, 5, 8, 10, 15, Капитолина Ивановна, а люди заходят, заходят 25 человек. Алексей, что это значит? Я говорю, день рождения, только раз в году. но потом я провинился перед ней. И вот однажды мы ужинаем с Капитолиной Ивановной, а я с дуру решил пошутить. И говорю, Капитолина, вы можете спичку вот так подержать? Как вам показать? Ну, вот так вот. Я говорю, подержите вот так спичку. Она стоит, подожди, крепче только держите. Я говорю, вот видите, здесь дорога, вот здесь, говорю, кусты, а здесь проходят молодые люди. Я говорю, держите, держите крепче. Я говорю, и девушка спрашивает парня, а что там за кустами происходит? А парень отвечает, там Капитолина она на спичку держит. Я рассчитывал, что это будет просто, ну, такой, как-то, дружеский прикол. Она взбеленилась и объявила мне просто полно. Убирайся вон! Тима, ты что, дурак, что ли? Нашел с кем шутить. Спичку ей дал. Ну, я думал, как свои уже, как? Какие мы свои? Она старается, чтобы все двери были без замков и без крючков. Это означает, что хозяйка может в любое время туда ворваться. Так оно и случилось. Уже больше часа вдруг Капитолин врывается. Идите, посмотрите, он стоит на балконе. А у нас третий этаж. Кто на балконе? Он меня уже неделю преследует. Я думаю, что же это происходит с ней? А потом она однажды разоткровенничалась и говорит, знаешь, я в своей жизни совершила 18 абортов. 18 абортов. что вы думаете, после 18 убийств человек может быть нормальным? Это несчастный человек, который убегает, когда за ней никто не гонится. Я смотрел на нее и мне было очень жаль эту несчастную женщину. Не столько хотелось над ней смеяться, сколько хотелось просто плакать о ней. Эта женщина, конечно, была искренняя в тот вечер, и она рассказала, что когда она вышла замуж, она говорит, я так хотела ребеночка, я так хотела ребеночка, а мы жили с родителями. Вот опять родительский контроль. И мама моего мужа, то есть свекровь, она говорит, я запрещаю тебе рожать. Мне не нужны здесь эти дети мелкие. И потом, когда она увидела, что я беременна, она меня оскорбляла, ты брюхатая, ты тварь, ты, короче, должна сделать аборт. С одной стороны, мне хотелось иметь ребенка, но с другой стороны, я жила в условиях такой ненависти к детям, что однажды просто я сломалась. И на восьмом месяце мне сделали аборт, я специально взяла это все, что осталось, я пришла этой свекрови, бросила и сказала, хотела, получай. И мы развелись, и мы ушли. И потом жизнь пошла, жизнь покатилась. Вы знаете, самое страшное сделать первый раз. Так же, как на войне первый выстрел, первый труп, первая кровь, это самое тяжелое. потом человек привыкает. 18 смертей. Естественно, и живут люди. Да разве живут, страдают, мучаются. Мы проходили университет. Может быть, не было раньше столько умных книг, как сейчас. В основном учились вот так, знакомясь с жизнью тех, других и третьих людей. И когда мы слушали такие истории, не оставаясь вдвоем, мы со своей женой молились и говорили, Бог, когда ты дашь нам ребенка, каждый ребенок у нас будет желанный. Мы будем его посвящать тебе. И ни одного аборта. Когда мы были еще в первой баптистской церкви, на госпитале 32, а в этой церкви несколько недель, как покаялся лесничий, и у него там в лесном домике была свободная квартира. И когда стоял вопрос, где бы мне прописаться, потому что я служил, Бог расположил этого человека, и он как новообращенный, еще такой наивный, такой еще такой открытый. Я готов Алексея прописать. И мы прописались у него в его лесничьем доме Яунсэмси. А сама регистрация этой прописки проходила в Гаркалне, в Гаркалнском сельсовете. Там стояло кирпичное здание, и надо было на автобусе ехать из Риги до Гаркалны. И вы знаете, когда вот я недавно отвозил мусор, я живу сейчас в Гаркалне, я отвожу мусор однажды, и потом я остановился и увидел вот это уже разрушенное здание Гаркалнского сельсовета. На меня как будто что-то обрушилось, как будто ленту отмотали назад. Я стоял 25 лет назад. Я стоял на этом месте, ждал автобус. После того, когда принес документы, чтобы получить первую прописку в Рижском районе в Яунс МС, тогда у меня ничего не было. Ни машины, ни квартиры, ни церкви, ни связи, ничего. Просто вот гол как сокол, просто одно желание. Бог, мы будем служить тебе. И спустя 25 лет Бог как бы показал, смотри, ты вернулся на то же самое место, но совершенно в другом статусе. Смотри, что у тебя было и смотри, что у тебя сейчас есть. Если ты будешь повиноваться мне, я сделаю несравненно больше, о чем ты просишь или помышляешь. Бог обязательно тебя проведет в жизни через те же самые места, где ты был вчера, ни с чем. и Бог скажет, вот как я благословляю. Тема семинара «Власть любви. Основа брака». Когда мне было 29 лет, я пережил крещение Духом Святым. Естественно, когда ты переживаешь крещение Духом Святым, будучи баптистом, то для тебя нависает большая угроза, ты рискуешь тем, что тебя выкидывают за границу баптистского братства. Я знал об этом. Когда мои родители узнали, что я теперь крещен Духом Святым и еще говорю на языках, мои родители говорили, ты опозорил все наше родство. Пожалуйста, вернись. Потому что моим родителям в баптистской церкви объяснили, твой сын потерян навсегда. Но вы знаете, независимо от того, понимали меня родители правильно или понимали они меня неправильно, я очень четко понимал, что я должен почитать отца своего и мать. И мое почтение или уважение к родителям заключалось в том, что я их не проклинал и не злословил. Почитать родителей это не на языках орать, а это служить им. Разрушать контроль и почитать родителей, вы знаете, это все можно в одном служении. Знаете, чем я приобрел сердце отца? Старики уже перестают следить за собой. Я смотрю, у него какие-то стоптанные какие-то башмаки, какие-то штаны у него такие уже, знаете, стариковские, какой-то вот такой уже пиджак, прическа у него как у Лукашенко была, у него вот здесь была расческа такая, зачешет и уже идет. Ну, такой какой-то неопрятный, неухоженный, но это мой батя, но это мой батя. Вы знаете, никогда не стыдитесь своих родителей, какие бы они не были. Родители не выбирают, родители почитают. Я свидетельствую о том, во-первых, как я разрушал родительский контроль и в то же время сохранял глубокое уважение к своим родителям. самое главное, чтобы с грязной водой ты не выплеснул ребенка. Ай, он не понимает, он антирис, не вздумай. Родительская заповедь наравне со всеми другими, почитай, отца его. Я его даже не в церковь, во-первых, привел. Я говорю, пойдем, я тебя переодену, я говорю, смотреть не могу, как ты одет. Я его привел, тогда был еще там в центре где-то универмаг. Я привел его там, где костюмы, обувь, ну, где вот все такое европейское было. Я говорю, давай, какие тебе нравятся туфли, ботинки, что тебе нравится, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты выглядел как джентльмен удачи, чтобы ты был такой красавчик. Да мне уж ничего не надо. Я говорю, зато мне это надо. Он меряет, померял. О, господи, спасибо тебе. Молиться дома будешь, мерь туфли сейчас. Он такой простой, он такой открытый. Окей, я ему взял обувь, потом такой стильный костюмчик, потом рубашку, галстук, и у него и пальтишка, и куртка была, и ботинки такие. Он как разревелся в том же магазине. Сидит вот с покупками, представляете, вот старик такой сидел. у меня шесть дочерей, и никто бы мне так не позаботился. А ведь, я говорю, а ты мне говорил, один сын, и тот не сын. Нет, только сын может по-настоящему любить отца. Я говорю, все, хватит голосить. Я говорю, сейчас поедем домой. я зашел однажды в его комнату, он на кровати все разложил. Господи! Вот что такое почитать отца, вести его в транс. Не на языках молясь, а благословив его, чтобы он просто почувствовал, что его ценят, его любят. Знаете, как легко разрушать родительский контроль, когда ты приобрел его сердце. Он пришел в церковь. В той закалке люди, они не на полчаса опаздывают, они на полчаса раньше приходят, еще никого нету, и он сел впереди себя. А никто его еще не знал. И операторы прибегают. Что за старикан сидит там? Кто его сюда пригласил? Не знаю, не знаю. И потом к нему подходит кто-то из операторов и говорит, «Извините, пожалуйста, что вы здесь делаете?» Он «Сижу». А кто вас пригласил? Кто вы? Я Лешин папа. Это кто Лешин? Пресвитер ваш. Начинается служение. Я что увидел? Что сердце у него искреннее. Он реагирует на духовные вещи открытым искренним сердцем. Кают люди, он сидит, плачет. Господи, как хорошо, что люди к тебе приходят. Потом начали молиться. Люди падают, падают. Леша, человек упал. Но он как бы понял, что такое покаяние, не понял, почему люди падают. и мало-помало он начинает понимать, что вообще здесь происходит. Он расспрашивал разных людей. А как вы относитесь к вашему пресвитеру? Ой, ну, конечно, все вновь пока не любят Алексея. И для отца, знаете, как приятно для родителя слышать о том, что вот столько много людей искренне уважают его сына. На самом деле, вы знаете, это покоряет отцовское сердце. Он спрашивал везде, вы слушай, у нас баптистская церковь совсем не так. У нас только официально говорят о любви. А поговори, там кости моют, там осуждают и так далее. На него это очень большое впечатление произвело, что церковь, церковь уважает и чтит. А когда наши женщины узнали, что это мой отец, Боже, как его обхаживали. Он идиот такой, как султана здесь. Хотите в кафе? Пожалуйста, Семен Алексеевич. Он начинал, ну да, пойдемте. Он начали прикалываться, шутил, его и угощали, его к себе домой приглашали. Он в жизни никогда такого уважения, такого почтения, такого респекта в своей жизни, он вообще не испытывал. И мы его просто покорили. Мы его просто его покорили. А когда у него был день рождения, мы еще отпраздновали на Гарковный. И вы знаете, он был без пяти минут крещен Духом Святым. Пожеланий столько ему, благодарностей. Потом просто начали молиться, дали ему возможность. Он помолился, счастливый, лег спать. На утро, он говорит, Леша, я не знаю, что со мной, внутри кипит, кипит, у меня даже слов не находилось, я молился, я не знал, как выразить свою хвалу и благодарность Богу. У меня что-то, говорит, такое кипело внутри, думал, эп-чип-чип, еще чуть-чуть, и языка бы подхватил. А был совершенно недалеко, он говорит, я такой счастливый, я такой счастливый, я никогда за всю свою христианскую жизнь не переживал такой Божьей любви и такой Божьей близости. Часто детям не хватает времени оказать свое уважение и почтение родителям. И мне повезло, потому что я успел, до того, как мой отец ушел в вечность, я успел доказать ему, я успел приобрести его, я успел договориться с ним, что мы не по разную сторону баррикад, я доказал ему, что я, как сын, его люблю, сыню и уважаю, не только на словах. Когда он вернулся в Алма-Ату после Риги, он подвергся жесточайшей критике со стороны баптистских лидеров, ты защищаешь уже этих всех людей в заблуждении, и он там уже был, уже, знаете, как на коне. Я там видал такую любовь, которая здесь вам не снилась. Если каются люди, это Бог, если исцеляются люди, это Бог. Дьявол не может спасать, дьявол не может исцелять, дьявол не может давать такую любовь, которую там я встретил и ощутил. Он пришел там с иголочки и говорит, а это что, как вам кажется, дьявол так меня одел, что ли? Это мой сын одел. И он стал там проповедником и защитником, и адвокатом нового поколения среди первой баптистской церкви города Алматы. Можем мы с вами понимать, что любовь имеет власть. Любовь в равной степени тяготеет как к управлению, так и к повиновению. Вы знаете, в основе любви есть власть. Если я знаю, что у меня есть власть, я спокоен, я удовлетворен. Власть мужа доказывается повиновением жены. Власть жены доказывается повиновением мужа. Если муж докажет жене, что у нее есть власть своим подчинением жене, а жена докажет мужу, что у него есть власть через ее послушание, знайте, брак будет стоять твердо и непоколебимо. В нашем духовном браке между Христом и Церковью единственная платформа взаимоотношений является любовь. Любовь это власть. Властью обладает Иисус Христос и Он эту власть дал Церкви. Каким образом я доказываю Иисусу, что у него есть власть? Моим главным неоспоримым доказательством, что у Иисуса есть власть, является мое послушание. Мое повиновение доказывает, показывает, демонстрирует Иисусу, что у него есть власть. Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Я иду и проповедую Евангелие. Моя проповедь Евангелия доказывает, что Иисуса есть власть, то есть Он управляет нами. И это неоскорбительно. Почему? Потому что, когда ты докажешь Иисусу, что у Него есть власть, то Он в долгу не останется, и Он скажет, а теперь я докажу, что у тебя есть власть. И все, что ты скажешь во имя Иисуса, будет я готов повиноваться тебе. Это взаимно. Причем первично мое повиновение Богу, вторично повиновение Бога нашей молитве и нашей вере. Если муж любит жену, он докажет ей, что у нее есть власть, подчиняясь ей. Если жена любит мужа, ее послушание докажет ему, что и у него есть власть. Почему разваливается брак? Потому что жена не дает доказательства мужу, что у него есть власть. И разрушая власть мужа, своим непослушанием, мы разрушаем по сути основу брака. Власть или любовь. Когда разрушается власть любви, разрушается брак. Поймите, любовь это не сантименты, это не просто поцелуй или секс. Любовь это власть. Запомните, это базовая характеристика человеческого достоинства. Там, где разрушена власть любви, там разрушена семья. Послушание утверждает власть любви, а значит утверждает основу семьи и брака. Непослушание, оно разрушает власть любви, а значит разрушает основу брака. Если бы Иисус вел себя по отношению к церкви так, как сегодня ведут многие благочестивые мужья, говоря, я глава семьи, я в доме хозяин, от тебя требуется только ты подчиняйся, 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 то, друзья мои, от пробуждения от христианства бы ничего больше не осталось. Но Иисус говорит, я даю тебе власть. Если Иисус церкви дал власть, то мужья должны своим женам дать власть. Если ты не даешь своей жене власть, которую ты имеешь, значит ты не соответствуешь стандартам божественного брака. Я своей жене даю безграничную власть, зная, что когда она чувствует себя достаточной, самодостаточной личностью, она своим послушанием мне докажет мне, что у меня есть власть. И моя власть не конфликтует с ее властью точно так же, как власть церкви не конфликтует с властью Иисуса Христа. Это суть одна власть. Блажение давать, нежели принимать. Зрелость это тот момент в твоей жизни, когда ты начинаешь получать наслаждение от послушания. Зрелость это тот уровень служения, во время которого ты получаешь максимальное наслаждение не в момент, когда ты управляешь, а в тот момент, когда ты повинуешься. Блажение давать, нежели принимать. Муж не имеет власти над своим телом, но жена и жена не имеет власти над своим телом, но муж. Речь идет об интимной жизни и не только, и даже об бытовой, и даже об общей социальной. У мужа есть власть и у жены есть власть. И когда муж своим послушанием жене доказывает, что ее слово имеет вес, что муж считается с ее мнением, с ее вкусами, с ее обычаями, то самодостаточная, уверенная в себе жена, она будет обязательно служить своему мужу, вот это и есть главный смысл служения. Власть это право использовать силу или принимать личное решение. Я позволяю жене делать все, что она желает делать, в расчете, что она ответит мне взаимностью. Скажешь, подожди, откуда ты знаешь, разумна она будет или нет? нет. Я уверен, потому что до свадьбы я знакомился с ее культурой, с ее особенностью и убедился, что она птица моей стаи. В данном случае мы уже пользуемся итогами наших всех исследований, изучений, знакомства, выбора партнера и так далее. Рядом со мной не инкогнито, рядом со мной не незнакомка, рядом со мной человек, которого я изучал, с которыми я знакомился, по поводу которого я советовался с Богом, поэтому я доверяю. Друзья, без доверия мы никогда не построим любви. Когда мы показываем, что верим в то, что Иисус имеет всю власть, Он дает нам пользоваться Его властью. Иисус не говорит, я беру монополию на чудеса и знамения, только я могу это все делать, только я принимаю решение, только я могу там руководить ситуацией, нет, Он говорит, если двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, будет им Отца Моего Небесного, Иисус доверяет нам. Мужья должны доверять женам. Что такое доверие? Это предоставление творческой свободы на нашей собственной территории. Если Иисус доверяет церкви, мужья должны доверять своим женам. Если Иисус свою доказанную власть отдает церкви, как своей жене, то тогда и мужья доказанную власть, власть, которую жена своим послушанием доказала ему, он эту власть отдает жене и говорит, ты можешь пользоваться этой властью и делать то, что и я делал. Друзья, разве церковь сейчас не делает то, что делал Иисус? Она делает то, что делал Иисус. И я думаю, что великое достоинство для мужа видеть воспроизведение своего опыта в своей жене. Тема семинара «Власть любви основа брака». Авторитет зависит не от того, как муж командует, а от того, насколько он способен подчиняться. Авторитет первичен, а власть вторична. Авторитет это результат служения. Если ты заработал авторитет, будь уверен, тебе будет дана власть. Когда Иисус послужил нам, проповедовал, изгонял бесов, воскрешал мертвых, потом зашел на Голговский крест, пролил свою кровь, он заплатил цену, умер, на третий день воскрес, и прежде чем пойти на небо, он сказал, а теперь дана мне всякая власть на небе и на земле. Авторитет это результат служения. это есть апогей послушания. Все, что ты мне поручил, я исполнил. Поэтому я имею авторитет. Авторитетные люди могут претендовать на власть. власть дается, авторитет зарабатывается. Когда муж боится быть подкаблучником, жена попросила мусор вынести. А ну-ка выноси сама. Я свою держу вот так, она мне машину моет, она мне обеды готовит. А что ты сделал для нее? Как? Я же муж. Если ты по-настоящему любишь жену, посмотри на Иисуса. Иисус, чтобы приобрести свою невесту и церковь, он служил ей, он работал на нее, он ноги мыл своим ученикам, и это для него не было зазорным. Брак это взаимное служение друг к другу. И задача мужа заработать авторитет в глазах жены. Задача жены заработать авторитет в глазах мужа. И только на базе авторитета, взаимного авторитета можно говорить о взаимной власти. Если власть доказана, семья защищена. Кризис власти это крах семьи. Нет ничего оскорбительнее быть человеком лишенным власти. Я вспоминаю одну ситуацию. Пастор пригласил нас на служение и говорит после служения у нас шашлычок он поручил своей жене говорит слушай я на служении после служения смотри чтобы все стол был накрыт и договорились договорились муж просит жену вот что такое власть накрой стол у нас будут гости что вы думаете заканчивается служение несколько машин подъезжают к его забору все выходят и у него испуганные глаза дома никого нет никакого костра никакого обеда ничего он приходит жены нету он он конечно перед нами прогибается ну извините я не знаю что сейчас мы что-то делаем давай засучим рукава и сам начал там и в разгар когда уже все сидели за столом жена подъезжает на машине с детьми ты где была на озере мы загорали с детишками подожди я же тебе про это говорил ну а что ты сам не можешь это сделать во-первых это поведение семью не разрушает это поведение разрушает власть мужа а кризис власти это есть крах семьи если бы если такое поведение жены превращается в тенденцию я не думаю что у этой семьи великое будущее а если бы жена накрыла стол да еще шарики бы висели цветочки были а если бы здесь еще была извините музыка играла и ты приезжаешь вау во как классно то доказанная власть она утверждает основание семьи уверена в ней сердце мужа вот что такое доказанная власть писание говорит уверена в ней сердце мужа в определенных ситуациях должна подчиняться жена мужу в других ситуациях муж должен подчиняться своей жене без этого невозможно главным доказательством власти является послушание послушание жены доказывает власть мужа послушание мужа доказывает власть жены и если мы доказали друг другу то будьте уверены брак будет защищен брак будет стабильный до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...